Всем привет! Сегодня на обзоре Smart TV Box H96 Mini. Как вы уже успели заметить, приставка выполнена в таком интересном красочном цветовом решении. Можно подарить ребёнку, поставить в комнату, чтобы он смотрел мультики, играл в игры. Ну и взрослым, конечно же, данное цветовое решение не помешает пользоваться данной ТВ-приставкой. Приставка бывает двух модификаций, как у меня сейчас на обзоре, 4 ГБ оперативной памяти, 32 внутренней. И также есть модификация 4128. На момент записи версия 4.32 стоит 2500 рублей, версия 4.128 стоит 3300 рублей. Актуальную цену на данный момент вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Работает приставка на операционной системе Android 9.0. Процессор здесь установлен 4-ядерный Alwinner H6. Как я уже сказал, есть две версии 4.32 и 4.128. Приставка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц. И также есть поддержка Bluetooth. Пропускная способность LAN 100 Мбит. Поставляется в таком вот ярком красочном презентабельном коробочке. Комплект поставки стандартный для ТВ-боксов, сама ТВ-приставка, HDMI кабель для подключения приставки к телевизору, адаптер питания 5 Вольт 2 Ампера, краткая инструкция на английском языке и пульт дистанционного управления. Пульт имеет минимум кнопок, все необходимое присутствует. Включение-выключение, меню, домой, навигационная клавиша, назад, регулировка громкости, включение курсора мыши. Работает от двух батареек типа 3А. Сама ТВ-приставка выглядит следующим образом. На лицевой грани во включенном состоянии горит синий светодиод, выключен он красный. С левой грани у нас никаких разъемов нет, есть решетка вентиляции. С правой грани имеется два USB-разъема, USB 2.0 и высокоскоростной USB 3.0. С тыльной стороны имеется аудио-видео выход. Через данный AV-разъем приставку можно подключить к старым телевизорам, кабелям 3.5 на тюльпаны. К интернету приставку можно подключить как по Wi-Fi, так и кабелям напрямую. HDMI-выход для подключения приставки к телевизору, кабелям который идет в комплекте, и разъем под питание. Снизу также имеется вентиляционная решетка. Подключаем, смотрим. После подключения ТВ-приставки к телевизору нам открывается такой вот плиточный лаунчер. Слева расположена большая иконка YouTube. Дальше идет иконка Play Market. Play Market не урезанный, все приложения здесь доступны. Доступ ко всем приложениям. Изначально было предустановлено вот все, что увидите на экране. Все необходимое присутствует, остальное уже ставите на свое усмотрение. Под этой иконкой у нас располагается AirPin и Miracast. Miracast работает, я проверял. Давайте вам продемонстрирую Miracast. Всем привет! Сегодня на обзоре недорогая смарт-ТВ-приставка HK1MAX. Новая модель совсем недавно появилась на рынке. Настройки к ним вернемся чуть позже и браузер. Браузер здесь предустановлен Google Chrome, вполне можно им пользоваться, найти какую-то информацию, почитать. В приставке реализован голосовой поиск, если у вас пульт с микрофоном, можно пользоваться голосовым поиском. Новости в мире. Внизу маленькие иконочки с приложениями, вы можете сами добавлять на рабочий стол. Нажимаете на плюсик. Вам открываются все приложения, которые у вас установлены. Отмечаете галочкой, что хотите видеть на рабочем столе, и приложение добавляется на главный рабочий стол. Верхней строки уведомлений и нижнего навигационного бара здесь нету, но если зажать и удерживать кнопку «Домой», нам откроются последние запущенные приложения. Можно делить экран на две рабочие зоны. И давайте пройдемся по настройкам. Сеть интернет. Здесь выбираете подключение либо по Wi-Fi, либо по кабелю. Wi-Fi у нас двухдиапазонный, вот мой Wi-Fi 5 ГГц. Вводите свой Google Аккаут. Во вкладке «Приложения» здесь можно разрешить запретить доступ к каким-то приложениям, удалить приложение и так далее. Настройки устройства. Об устройстве. Модель у нас H96 Mini, версия Android 9. Настройка даты времени. Здесь выбираете свой часовой пояс, чтобы часы правильно отображались. Выбор языка, прошивка мультиязычная, все языки здесь доступны. Клавиатура. Настройки экрана. Можно выбрать разрешение. Если у вас телевизор 4К, здесь будет доступно разрешение 4К. Можно зуммировать экран. Настройки звука. Хранилища, местоположение, безопасность и ограничения, специальные возможности, сброс на заводские настройки. И нижняя вкладка «More Settings» здесь нас перебрасывает в такие привычные андроидовские настройки. Давайте откроем YouTube, посмотрим максимально доступное разрешение. Вот нам сразу здесь попался 4К ролик. Открываем. Заходим в «Параметры», «Качество» и видим, что нам доступно 2160p 4К. С 4К приставка справляется, претензий нет. Давайте теперь с носителя откроем 4К файлик. Вот, 4К, 60 фпс. С носителя также 4К, приставка справляется. Давайте IP телевидения посмотрим в работе. У меня установлен халва-плеер и плейлист ОТОД МТВ. Перейдем на HD-каналы. Ну, с IP телевидением приставка, конечно, справляется, здесь претензий вообще нет. Давайте откроем онлайн кинотеатр. HD-видеобокс, очень популярная программка. Откроем фильм. Вот пошло воспроизведение. Отлично воспроизводит, быстро подгружает. Претензий нет. Давайте откроем еще один кинотеатр. Кинотор. Тоже отличный онлайн кинотеатр. Откроем здесь тот же фильм. Но запустим его уже через торренты. Ну, давайте вот, 8,5 гигабайт. И вот пошло воспроизведение. Отмотаем немножечко. И как вы можете видеть, торренты тоже можно смотреть в отличном качестве. Также я установил некоторые игры. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ну и по традиции давайте танки запустим, посмотрим число фпс. Настройки я средние выставил на низкое, поставил качество воды и качество тумана. В правом нижнем углу можете видеть фпс, максимально 60. КОНЕЦ 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 Пробитие. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну как-то так, в принципе и в танки даже можно поиграть. AIDA64 нам отображает, что производитель Alwinner, модель H96 Mini, 4 гигабайт оперативной памяти, из 32 внутренней нам доступно в районе 25 гигабайт, остальное забирает системы. Процессор 4-ядерный Cortex-A53, тактовая частота 1500 МГц. Разрешение экрана 1280 на 720, за видео отвечает Mali-T720. Android 9, рут доступ присутствует. По температуре, средняя рабочая температура в районе 70 градусов. В играх температура может подниматься до 90. Я делал троттлинг-тест, давайте вам покажу скриншот. Вот скриншот троттлинг-теста, никаких значительных провалов, уходов в красное нет. На 10% упала производительность при максимальной нагрузке и до 90 градусов нагрелась. И по кодекам все необходимые кодеки присутствуют. В Antutu приставка набирает 45468 баллов. 3DMark 4335. Geekbench в одноядерном режиме 637, в многоядерном 1631. Чтение внутренней памяти 115 МБ в секунду. Очень отличный результат. Спид-тест у меня от провайдера максимальная скорость 50 Мбит. По кабелю на получение 49 Мбит на отдачу 48. Wi-Fi 5 ГГц на получение 48 на отдачу 48. И Wi-Fi 2.4 ГГц на получение 37 на отдачу 49. И на этом собственно все, что я хотел вам показать. Вы сами только что могли видеть в работе данную ТВ-приставку. За вполне вменяемые деньги неплохое решение, я считаю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok